В этом вводном видео приводится обзор работы с массивами в MATLAB. MATLAB хранит все типы данных в массивах. Это относится не только к численным данным, но и к другим типам, таким как строки или даже к сложным объектам. Поэтому работа с массивами является основой для работы с MATLAB. Используя язык MATLAB, можно создавать массивы, обращаться к значениям массива и назначать им значения, используя различные методы индексации и осуществлять многие другие операции для манипуляции содержимым массива. Давайте начнем с создания массива. Массив можно создать, используя конкретные значения для элементов массива, указанные в квадратных скобках, используя запятые или пробелы для разделения столбцов. Например, A равняется 1, 2, 3, 4. Для разделения строк используется точка с запятой. Используя операторы двоеточия, можно создавать одномерный массив с равномерно отстоящими элементами. Например, A равняется от 1 до 10. Или A равняется от 1 до 10 с шагом 2. Или A равняется от 10 до 1 с шагом минус 2. Функция LINSPACE похожа на оператор двоеточия, потому что тоже создает массив с равномерно отстоящими элементами, но дает возможность управлять количеством элементов в массиве. Например, массив от 1 до 20 с числом элементов 7. В вектор строку можно превратить в вектор столбец, используя оператор транспонирования. Также можно обращаться к широкому набору функций, которые создают элементарные матрицы с различным содержимым. Таким как ONCE, создание массива из единиц, ZEROUS, создание массива из нулей, или случайных чисел, RAND. А случайная матрица размером 6 на 4. Удобнее смотреть на содержимое массива в редакторе переменных, дважды щелкнув по имени переменной. Давайте теперь посмотрим, как обращаться к элементам массива и изменять их при помощи различных методов индексации. Можно задать элемент массива простой индексацией строки и столбца. Вот элемент из первой строки второго столбца массива A. Можно указать диапазон элементов по строкам и столбцам, чтобы обратиться к секции массива. Например, первая строка, столбцы 1 и 2. Элементы не обязательно должны быть рядом, например, первая строка, столбцы 1 и 3. Можно указать все строки и столбцы, используя операторы двоеточия. Например, первая строка, все столбцы. Можно также использовать ключевое слово END. Например, первая строка, все столбцы со второго до последнего. Или до последнего минус один. Можно назначать значения определенным элементам массива, указав их в левой части выражения присваивания. Например, можно удалить одну или несколько строк массива, присвоив им пустой массив. Например, строки с первой по вторую, все столбцы равны пустому массиву. Матрица A теперь на две строки меньше. Иногда удобно рассматривать двумерный массив, как если бы он был одномерным. Например, в массиве A все столбцы можно представить следующими друг за другом, таким образом, что они формируют одномерный вектор столбец. Такой способ представления называется линейным индексированием. Например, к элементу в первой строке, в втором столбце можно обратиться через один линейный индекс. 5. Это возможно потому, что массивы MATLAB хранятся в памяти по столбцам. И все столбцы массива хранятся друг за другом. И элемент в первой строке, в втором столбце, на самом деле является пятым элементом массива в памяти. Оператор двоеточия, будучи примененным для линейного индексирования, означает все элементы массива и возвращает в вектор столбец. К элементам массива также можно обращаться с использованием метода, который называется логическое индексирование. При этом вы указываете массив такого же размера, содержащий логические нули и единицы, и используете его для индексации оригинального массива как маску. Это полезно для манипуляции над элементами, значение которых удовлетворяет определенному критерию. Например, а меньше 0,5 создает массив логических величин такого же размера, как а. Логические единицы показывают, что значение этого элемента массива меньше 0,5. Логические массивы, такие как этот, могут использоваться для логического индексирования. Например, установить значение элементов массива A, которые меньше 0,5, в минус 1. Чтобы найти индексы элементов массива, удовлетворяющих определенному критерию, используется функция find, которая ищет индексы и показывает значение ненулевых элементов. Это выводит линейные индексы ненулевых элементов, которые удовлетворяют условию A меньше 0,5. Можно также получить индексы строк и столбцов. В документации содержится подробная информация о всех методах индексирования. Наконец, давайте посмотрим, как можно получить полезную информацию о массиве, чтобы осуществлять основные операции. Базовую информацию о массиве, такую, например, как является ли массив пустым. Какая длина, в первую очередь, это используется для одномерных массивов. Размер массива или число элементов массива. Как мы увидели ранее, создание массива при помощи квадратных скобок позволяет нам конкатинировать, то есть соединять массивы вместе по горизонтали и по вертикали. Другие полезные функции для манипуляции массивами включают в себя отражение слева направо, отражение сверху вниз, повторение матрицы, изменение размеров массива и сортировка. Хотя примеры, представленные здесь, используют одномерные и двумерные массивы, большая часть этих техник может также применяться к многомерным массивам. Обратитесь к документации, чтобы получить больше информации. На этом данная демонстрация завершается. Вы можете попробовать некоторые из этих примеров в MATLAB сейчас или посмотреть одно из следующих видео.